Издавна привлекал он к себе людей. И решили мы направить письмо прошения в Москву самому царю-батюшке. В 1682 году томский воевод Иван Михайлович Кольцов-Масальский получил грамоту от царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича с указом «Ачинский острог поставить вновь». Об этом событии стало известно в сибирском приказе. В 1682 году томские власти прислали отряд служилых для строительства нового острога. Велена мне Сави Цицуину, будучи на службе великого государя в Мелесском и Ачинском острогах, построить вновь Ачинский острог со всякими оборонными крепостями. Первоначально место для острога было определено на левом берегу Чулыма, напротив устья реки Ачинка. Левый берег реки был выбран неспроста. Во-первых, за рекой можно было защищаться от набегов Кыргызов. Во-вторых, неподалеку было русско-казачье поселение, деревня Зерцавы. В случае необходимости всегда можно было получить военную помощь. И начались подготовительные земляные работы. Эй, мужики, подожди, Люд, который день уже, а? Вода в реке поднимается. Ох, затопит тут все. Чуя нам не сдобровать. Строительство острога прекратили и перенесли его на правый, возвышенный берег Чулыма. В пусте реки Ачинке при впадении ее Чулым и началось строительство нового острога на новом месте. Острог был обнесен Чистаковым с двумя башнями. Продолжение следует...